В самом музее жизнь течёт своим чередом. Экскурсии расписаны на весь день. А вот человека, который проработал здесь 45 лет и, будучи директором, вдохнул новую жизнь в это учреждение культуры, накануне не стало. Тяжело всем. Сотрудники скорбят и не верят в произошедшее. Но, тем не менее, работают с полной отдачей. Так, как учила Алла Валентиновна. Гусева была тем руководителем, которого любили, к авторитетному мнению которого всегда прислушивались. То, как она любила наш город, как она понимала все его проблемы, проблемы сохранения историко-культурного наследия. Наверное, таких больше людей в городе нет. Несмотря на то, что её с нами нет, такое ощущение, что она присутствует вот с нами сейчас рядом. Потому что тут каждая фотография, каждый предмет, он, в общем-то, напоминает о ней. Потому что то, с какой любовью она всегда относилась к музею, к музейному делу, это, конечно, не может не восхищать. Соболезнования в адрес родных сегодня выражают сотни сочинцев. Её знали многие. И только как потрясающего человека, историка и профессионала, предано служившему родному городу. Я хочу из последних её дел назвать создание экскурсионного исторического маршрута, который начинается у нас от форта. По этому историческому маршруту расставлены всевозможные арт-объекты, которые говорят об истории нашего города. И это её дело. Я уверен в том, что это дело, которое она сделала совсем недавно, оно будет напоминать постоянно об Алле Валентиновне. Я бы её назвала одним из самых мощных популяризаторов исторического наследия нашего города. Так как она с каждой лекции, с каждой экскурсии дарила частицу своей души каждому, с кем она общалась на предмет истории нашего города. Это, конечно, просто потрясающее человеческое качество. И вот на самом деле я считаю, что город осиротел. Алла Гусева была инициатором и идейным вдохновителем массы городских проектов. Незаменимым партнёром стала и для нашей телекомпании. Программа «Однажды в городе С» так полюбившаяся зрителям выходила в эфир и с её лёгкой руки. Нас с Аллой Валентиной связывала очень много. Работа и дружба. Мы очень много с ней работали в этом проекте «Однажды в городе С». И историческая составляющая, историческая правда моего проекта – это заслуга Аллы Валентиновны Гусевой. Говорят, незаменимых людей не бывает. Бывает. И это я знаю совершенно точно. Именно таким человеком и была директор Музея истории города Сочи Алла Валентиновна Гусева. В Музей истории Алла Валентиновна пришла молодым экскурсоводом. В итоге всю свою жизнь она посвятила сохранению и популяризации историко-культурного наследия курорта. Также её творческая деятельность была посвящена исследованию и выявлению ранее неизвестных фактов истории Сочи и Краснодарского края. Ко всему прочему, Алла Гусева является автором многочисленных исторических исследований и монографий. Её перу принадлежит более 170 публикаций отдельных изданий, в том числе и популярная книга «Лики Старого Сочи». Ею подготовлено более 700 экскурсоводов. Прощание с Аллой Гусевой состоится в пятницу 6 июля с 14 до 15 часов в Мавзолее на улице Догомыской.